Девочка-пай 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 Четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, а в полосце настоящие молодожены, сладкие, вкусные. Друзья, не стесняйтесь, что гост за родителей нужно поднять, здоровье до счастья им пожелать. Ведь яблоко от яблони падает рядом, и мы сказать спасибо вам рады. И рады, что подвигом и достижением своих детей. За родителей. Поднимаем, выпиваем, поздравляем. Друзья, вы знаете, в народе говорят, что дом хозяином стоит. Каков хозяин, таков и дом. Друзья, пожалуйста, гости дорогие, расхвалите нашего жениха. Расскажите, какой он хозяин. Во время знакомства с ним я поняла, что он очень гостеприимный. Человек, который обладает большим чувством юмора и очень улыбчивый. А еще, какой он? Расхвалите его. Какой наш жених? Начитанный, мудрый, смелый, сильный, целеустремленный. Принимается. Друзья, каков у нас жених? Расскажите, пожалуйста, о нем. Дружелюбный, еще. Красивый, еще. Отличный. Так, хорошо, идем сюда. Что вы там умный и красивый? Вот, сексуальный. Знаешь, что кажут? Правильно. Хитрый. Хитрый? А что такое? Вот, аквартики, чинины без нас. Ага, схитрил и украл. Согласна. Он товарист. Какой? Товарист. Товарист. Кищейкий? Добрый. Добрый. Еще. Молодец. Важный. Какой? Молодец. Молодец. Хорошо, принимается. Друзья, вот вы знаете жениха достаточно продолжительное время. Что он любит кушать? Какие блюда ему больше всего нравятся? Что Юлечка должна уметь готовить? Ну-ка, расскажите, пожалуйста. Что? Пелемени. Пелемени. Мамы. Мамины пелемени. Вот такие мелкие. А сколько же это так надо отварить, чтобы он наился? После крови спорта? Саша больше всего любит ваши пелемени. Вот такие, говорит, малыньки. И мы озадачились цифрой. Сколько надо вот таких малыньков отварить, чтобы он наился? Сколько? Сколько? Штук 20 и все? Так, вот это тут баба сейчас кровничает. Лиля. Лиля, это правда? Штук 20 вот таких и Саша наился. 20 штук на 2-3 подхода. А, 20 штук на 2-3 подхода. То есть 10 штук 60 на... Юль, ты поняла размер? Да. А что такие мелкие любят? Или мамы, какие мама делает, такие любят? Хорошо. Что еще? Вот кроме пелемени, что бы ему еще вот так вот нарыть на стол, чтобы понравилось? Шашлык еще. Ирина. Утром, в обед, вечером. Какое более комфортное время для того, чтобы он просыпался? А сколько любит брат просыпаться? Винца вам. Рано вставать не любит, а поздно спать, да, ложиться поздно. Хорошо, принимается. Немножко удар. Юль, ты поняла? Изучить все весные блюда. Шашлык научиться готовить. Так, на шашлык кто дрова рубает? Жених или невеста? Невеста рубает дрова. А жене, теща, как же в соборнице? Один твой взгляд, одно лишь слово, а для нее уже закон. С восьмого марта, в дни рождения, не вздумай ей цветы дарить. С утра мораль, к обеду строгость, а вечером слегка побить. Ну что ты смотришь так на нас? Да шутим мы, а ты смеешься. Но ты запомнил этот час, что лаской большего добьешься. Свою жену беречь ты должен. Ей кофе приносить в кровать, да тапки вовремя подать. Исправно мусор выносить, с тобой в магазин тебе ходить. Пыль с дорожек выпивать, да тетки на чулках поднять. Ну, коль выполнишь заветы эти, да будешь лучший муж на свете. Ну, а я так сказала, Юль, тебе очень повезло. Он действительно любимый, и он действительно соответствует всем тем качествам, о которых мы сейчас говорим. Поэтому я тебе предлагаю рассмотреть в нем еще одно качество. Он настоящий звездочок. Ведь он открыл звезду первой величины. По уму, по красоте, по очарованию, в несравнении ни с кем ни с чем. И это звезда ты, и это звезда Юлия. Пускай ты будешь ему освещать его жизненный путь. И направлять его только на добрый, только на хороший. Вы настолько яркая пара, что вы должны обязательно совершать подвиги. И мы этими подвигами будем гордиться и радоваться. Друзья, давайте поднимем бокалы за Александра. За его шикарный выбор. За его бриллиант, за его жемчужину, за его белоснежку. Не знаю, как он ее будет называть, но сегодня об этом еще и обязательно спросим. За Александра и за его звездочку Юлию. Поднимаем, выпиваем, молодую пару поздравляем. Итак, мы продолжаем наш парад, наш парад молодоженов. И говорим, что настоящий хозяин сегодня создал семью. И его семья будет уверена идти по жизни. Обращаем внимание, друзья, посмотрите, какая у нас невеста. У нас, к сожалению, малочисленная команда со стороны невесты прибыла в зал. Но ничего, мы в тельняшку, просто они у нас под платьями одеты. У нас есть бабушка Александра. Она уже точно знает, насколько у нас наша невеста красивая, счастливая, радостная. Как договаривалась? Особенно с папой. Особенно если с папой, то она проявляла такие капризы. Да, она проявляла такие капризы. Кто же это? Папа. Хорошо, вот если начинала капризничать, вот что нужно было сделать, чтобы она успокоилась? Слово доброе. Конфетку. Овощи. Овощи. Да. Как девчата любят овощи. Так. Моты любят. Это уже не как девчата, но уже моты. Это только схожесть у нас есть. Хоть шашлыка, пипа, а так будет конкуренция. Овощей у ней конкуренции не будет. То есть овощи пускай грызет. Надо продолжение рода. Надо продолжение рода. В общем, вы диктуете так, как у вас, да? Вы счастливы, что у вас сын? Да. Так, дочку планируем? Нет. Нет, вот на такие как треба родился, да? Странно родился, такие как треба. Доброе, хорошо. Спасибо. Так. Двое? А кто? Мальчишки, девчонки, как? Два пацана. Чтоб браты были, чтобы действительно им было чем заняться. Чтоб весело было. Так. Спасибо. Двое. Сейчас спросим у нашего стола, кто имеет опыт семейного воспитания детей. Гости, дорогие. Сколько должно быть детей в молодой семье? Восемь. 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 Вот это сексуальный мужчина. Он точно знает цифру. Восемь. Девочка. Почему девочка? Мамина помощница. А потом уже как хотят, да? Хорошо. Принимается. А кто должен зарабатывать в семье? Папа. Мужчина. На детей нужны деньги, поэтому папа должен работать. А, государство будет оплачивать. Хорошо. Сколько процентов семейного бюджета мужчина тратит на себя? На себя. На себя. Мужчины. Вот сколько вы тратите? Два. Два процента. На что идут эти два процента, папа Саша? На туалетную бумагу. На туалетную бумагу. Мы тратим только на туалетную бумагу, и это два процента. Хорошо. На что тратят деньги девочки? Жены. На что тратят деньги жены? Вот жена. На что должна тратить деньги? На себя. На себя. Что в себя входит? У мужчины это туалетная бумага. Так. А что у нас в себя? Слово «себя» входит мужчина на себя, на детей, на себя это салон красоты, да, макияж, одежда, хорошо. Продукты. Чья статья расходов? Мужская или женская? Женская. Женщина расповодит. Сама зарабатывает, пап Саша в это верит, что у него в семье сама зарабатывает на продукты, да, хорошо, значит, у нас тратится бюджет на себя, на мужа, а на детей? Есть, тоже семейный бюджет тратит. Хорошо, а отдыхают, вот там молодоженые, а чьи средства отдыхают? Но желательно папы, мамы. О, правильно, не забываем, они у нас молодые, энергичные, должны працюмать, правильно, то есть на отдых у нас зарабатывают бэкси. Они не должны забывать, что молодые у нас тоже дети. Второе. Мужчины точно зарабатывают, тут спорить никто не стал. Насчет расстрата определились так. Мужчина покупает туалетную бумагу, остальное, весь твой семейный бюджет ты тратишь на себя, то есть на детей, на продукты, на отдых, на салон и все остальное. И отдых устраиваешь тоже пи, но помогают тебе в поездках родители. Все, можно не беспокоиться, семейная жизнь удалась на высшем уровне. Теперь, Юль, так, ты сегодня настоящая молодая, настоящая красавица, настоящая невеста. И этот день в твоей жизни единственный. Завтрашнего дня ты молодая хозяйка. Что делает молодая хозяйка? Мы тебе дали рекомендации, поэтому ты будь уверена, у тебя все получится. Желаем тебе, чтобы ты на своей золотой свадьбе оставалась такая же стройная, такая же белоснежная, такая же улыбчивая. И чтобы в твоей жизни наконец-то сбылись все твои мечты. Ну и, друзья-мужчины, чтобы у нас действительно это состоялось, давайте сейчас вспомним гусарскую команду. Вот гусарские команды всегда в течение праздника, третью, седьмую, двадцать первую, а также все последующие, поднимали за милых дам. Этот бокал они поднимали стоя, дабы показать себя и произвести впечатление на красавица. Давайте и мы, когда поднимать будем вокал за нашу невесту, объявим этот тост гусарский. Друзья-мужчины, покажитесь в нашем зале, где вы есть, где наши мужчины. Ага, есть у нас правый фланг, левый фланг, центральный фланг, есть, есть такая большая дружная команда мужчин. Посмотри, какая команда будет помогать тебе эти мечты воплощать. Друзья-мужчины, я единожды, но на правах ведущей сегодня все-таки по команде. За нашу красавицу-невесту, за всех милых женщин, которые присутствуют в этом зале. Дважды, кратно, а третий протяжно. Гип-гип! Ура! Гип-гип! Ура! Гип-гип! Ура! Браво! За милых дам! Пускай в вашей жизни будет всегда милые дамы, никогда милого нет. Друзья, за женщин поднимаем, выпиваем, поздравляем! Не бойтесь пинета, не бойтесь пеленок. Рожайте мальчишек, рожайте девчонок. А вот кто мальчик или девочка, мы сейчас с вами немножко порассуждаем. Потому что мнение гостей мы за вторым столом узнали. Мальчик или девочка, они нам смогут подсказать сами. А вот кого хотите вы, мы сейчас увидим и узнаем. Для этого мы с гостями вам крикнем горько. Пока вы целуетесь, я буду говорить, мальчик, девочка, вот на ком прервется поцелуй, то того полый ребенок, вероятнее всего, у вас родится первым. Ну что, к тесту готовы? Включаем наш УЗИ. Три-четыре гостя, дорогие. Горько! 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 Мальчик, девочка, мальчик, девочка, мальчик, мальчик, девочка, девочка, двойня, тройня, двойня, тройня. Мальчик, девочка, мальчик, девочка, мальчик, мальчик. Очень большая вероятность, что будет мальчик. Ну, вы знаете, первый узел проходит на ранних сроках. Шановные гости, великое спасибо вам всем, что вы пришли разобрать с нами наше свято. Свято на 36-му році життя. Моей сын решили устромить голову в ярмо. Ярмо всего этого життя. Себя и в руках. Дай Боже ему здоровья, до целого счастья и всего самого доброго. Это штука была. Шановный Юля и Саша. Ну, я уже в 7-й, 8-й раз вітаю вас с вашим сегодняшним святом, самым дорогим святом вашей семьи. Святом строения вашей семьи. Побежать вам в этот важный час для всех нас здоровья, достатка, взаиморозумения в семье. Шаренного кохания и всего самого самого доброго, чтобы на вашей семье было бы меня, самым бы меня. Ну, и достатку. Еще раз витаю вас. Будь ласка, не лейтеся и давайте вместе. Кто воспринимается? Что вы с мамой можете сказать? Да, да, да. Что вы с мамой можете сказать? Что вы принимаете? Да, да. Тогда бокал выпивается. Пожалуйста, отца молодых. Спасибо родителям жениха. Поднимаем, выпиваем. Молодую пару поздравляем. Ну и пора к родителям продолжается. Мы желаем, чтобы ваш медовый месяц велся всю жизнь. Чтобы вы не сняли больцам. Чтобы любовь была вам и защитница, и помощница. Чтобы болька была только на свадьбе. А в жизни сладкое и святое. Чтобы вы весело и дружно прожили жизнь. Счастья вам. Счастья вам. Счастья вам самого большого. Да будет только весело. Спасибо. Ну и в этой семье еще бабушка Александра. Она тоже подготовила слова. Чтобы она уже оздохнула. Прочитала знакомые буквы. И уже танцевала, плясала, пила и отдыхала от души. Бабушке Александре слово. Сейчас, да. Как же. Я уже тоже знаю, что это треба. Так, дорогенькие мои. Как быстро внуки выросли. Вся жизнь одно мгновение. На свадьбу ведут бабушки. Примите поздравления. Желаю жить там в радости, доброте, любви. Чтоб верность вы хранили. Друг друга берегли. В семье вашей желаю самой счастливой стать. И с нетерпением правнуков вас я буду ждать. Ура! Ну что, поднимаем, выпиваем гости дорогие. Взгляните. Слева, справа. На отцов и матерей. Чтоб из устами растили сыновей да дочерей. Последел немножко голос. Ну, всего лишь на детках. От волнения сегодня хритлый голос. Есть смятение голоса. Трудно, трудно расставаться с возрослевшими детьми. Но мы желаем вам остаться вечно юными людьми. А сейчас молодожены не хотите поднять чатку за родителей. Старший со старшей говорит, что там мама знакомится. Сейчас гости начнут активно отдыхать, туфлю прятать, невесту воровать. Старший со старшей должны будут за это все хулиганство отвечать. Поэтому предлагаю старшего со старшей поближе познакомить. Что скажете? Горько! Да ладно уже Ира, трохи постеснялась. Горько! Горько! Старший готов. Ира стеснялась по заперному столу. Горько! 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 Уже лучше, да, уже у Марии почти. Что будет за третьим столом, мы узнаем чуть позже. Я знаю, что в нашем зале есть одна семейная пара, которая помогла нашему Александру организовать предложение, которое помогает молодой паре организовать свадебное торжество. И оформление, и стихи, и презентация хуже, и заказ торта. И очень много вопросов было решено благодаря этой молодой семейной паре. Борька, 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 Борь В общем, любит он себя, любит. Я говорю о папе твоем. В общем, любит. Так, Лиля, рассказывайте все. У них своя история любви, у родителей своя история любви. С вашей точки зрения, как родилась эта семья? Чем помогали? Что так, что не так? В общем, ваше слово, ваше семья слово. Ну, скажем так, помогали, чем могли. Да, помогали хорошо. Да, ну, старались учитывать, там, вкусы, все, что Саша узнавал, придумали, там, я вам написал предложение, там, все старались, я бы все, все, вон был кучу, чтобы, так, вот, чтобы им было приятно, у тебя, и, чтобы, ну, маленькая вещь, да, злипалась. Спасибо. Какой стаж у вашей семьи? Сколько? В 9 лет. В 9 лет? Хорошо, принимается. На следующий год у вас розовая свадьба. Вова, готовь, попробуй, букет роз. Потому что у вас с женой розовой свадьбы. Да. Так, сколько ему лет? Три года будет. Три года будет скоро мальчику. Хорошо. Мы благодарим вас за то, что вы помогаете так романсично оформить праздник, поддерживаете. Юлечка, это очень ценность. Она все время благодарит. И действительно рассказывает о том, что ваша семья помогает рождению этого семейного брака. Старше. Хорошо. 10 лет. Розовая свадьба. Линии еще не дошли. Розовая свадьба. 10 лет семейного брака. Больше? Хорошо. Так, 15 лет. Меньше 15. Между 10 и 15. Сколько в вашей семье? 14 лет. 14 лет. То есть вы готовитесь у нас в 15-летие. Давайте поаплодируем. 14 лет семейного стажа. Хорошо. Результат вашей семьи. Детки есть? Мальчишки, девчонки как? Девочка. Сколько лет вашей дочечке? 13. 13. Так, вы видели, да? 14 лет семейного стажа, 13 лет ребенку. Замечательно. Благодарим вам. Играй в пальчик. 20 лет. 20 лет. Есть семейного стажа? 20 лет. Сын. Хорошо. У вас в платформовой свадьбе и сыну 17 лет. 18 лет. Хорошо. Давайте крикнем этой семейной паре горько. 20 лет. Горько, горько. Я должна быть сегодня сладкой. Горько. Горько, горько. Так, 20 лет. Парфоровую свадьбу мы нашли в нашем зале. 25 лет. 25 лет. Есть семейные пары? 25 лет. Не признаются, мужики сбежали. 25 лет нет. Так, 30. 30. Курев же на дворе. Вже можно безопасно отпускать. Жена на месте. 30 лет. За 30 лет. Какой результат? Детки, есть? О, результат сидит. Хорошо. У результата, я так понимаю, есть тоже результат. Так, в вашей семье сколько семейного брака? 7 лет. 7 лет. 7 лет. Вот медную свадьбу кричала, не признались. Вот тоже. На перекуре уже? Да. Так. И вот у этого 7-летнего юбилея есть уже сыночек, а ему? 6. 6 лет. Вот видите, как растет семья. Так, 40 лет семейного стажа. Все же. Ушел, мы видим. Вернемся потом. 40 лет. Какой итог? А сыны? 4 внуки. 2 сына, 4 внуки. Здесь у нас рубиновая свадьба. Рубиновая свадьба. Больше 40 лет есть? Больше 40 лет. Наверное, пока самый большой результат. Так, пока запоминаю. Значит, у нее 37. А у вас какое мнение? Вы сколько прожили в семье? 15-16. Плюсов. Даю плюсов. Понятно. 37 плюс ровят 15-16. То есть за 40 точно перевалили. Рубиновая свадьба нет. Друзья, вы видите? Огромное количество семей. Огромное количество семейного стажа. И огромное количество позитива. Молодые, предлагаю вам поднять бокалы. Поднять бокалы наших гостям за семью. Огромное количество семейного стажа. DH. Огромное количество семейного стажа. ХР. Огромное количество земли.